когда вы выходите и вы рассказываете историю вообще давайте так поймем что за всю историю человечества обучалась только двумя способами через игры и через историю то есть когда дети все за счет учатся за счет игр и животные тоже за счет игры учатся если смотрите щенки дерутся там барашки прыгают все второй этап это storytelling это когда у костра сидит ахсахал с такой бородой и рассказывать над наши времена был такой батыр я его позвал раз на раз там это потом это он дернулся им по башке и вот это вот эта вся история вам обязательно нужно всем освоить публичное выступление потому что публичное выступление это способ продажи себя массовому количеству людей это тоже продажи как сегодня я говорил 3 мы тремя вещами занимаются принять решение продажи и переговоры и вот история если вы будете заниматься изучать отдельное публичное выступление самый лучший способ публичного выступления это storytelling а для того чтобы правильно рассказывать историю вы должны изучить драматургию их всего там буквально 7 ну по разным есть разные концепции 79 драматургических сюжетов там называется золушка там из грязи в князи там ну вот разные и когда вы поймете внутреннюю паттерн вы поймете как выстраивать историю вот русском выступил вот я подчеркнул насколько важен story telling начали все говорят 90 процентов марган крич вы 10 процентов ну разное середине баги туры говорят 30 10 процентов разная 30 процентов природа и 60 процентов марган кричитовый консультура говорят 10 процентов консультура газ 10 процентов разная 30 природа 30 общения с другими членами и 30 процентов и я чувствую рейтинг я тут говорю все тут заканчивается вы обнаглели хватит заканчивать я смотрю мой рейтинг главное рейтинг природы растет рейтинг других участников растет только море этим падает так и в наставничестве так и в наставничестве вначале все приходят на меня а потом мой рейтинг начинает падать и это конечно шутка но в этом смысл большой дело в том что вот на наши предыдущие группы на старше реально крутые ребята и они реально друг друга прокачивали и затачивали вот вот просто вот друг друга поддержка вот затачивают какие-то челленджеры челленджи друг друга объясняют и это очень круто это очень-очень эффективно вот финской системе есть три способа обучения первый способ когда учитель объясняет ученикам второй способ когда ученики объясняют друг другу и третий способ когда ученик выходит и объясняет другим и вот этот случай когда вы объясняете друг другу он крайне эффективен крайне эффективен если финской школе например если ученик какой-то предмет не понял учитель больше не объясняет ему уже объясняет его соклассник потому что учитель значит не теми словами объяснял а его соклассник который понял он объяснит лучше я понял что человек состоит из набора алгоритм вот мышление это скорее всего тысячи установок тысячи паттерна до срабатываем очень как эти автомат шелкать по сути для роботы заводскими установками и прикольно и если человек например беден у него проблема не в том что плохое окружение или там не знаю родственника нет которые вы двигатели диплома нет а это внутренне его вот эти установки а как быть таким людям которые хотят изменить свою жизнь я им говорю они понимают то что мышление надо поменять но как бы они ни старались не получается вот эти установки перейдем посмотрите вообще вот когда я говорю про основную операционную систему да а что такое основная операционная система это мировоззрение это мировоззрение что такое мировоззрение мировоззрение это ваше представление об этом реальном мире и о его законах если ваш вот реальный мир он живет объективно помимо вас если ваше представление будут кривые то у вас всегда будет кризис потому что реальность вас всегда будет по башке бить ты не соответствуешь реальности и всегда тебя будут по башке бить кризис когда в народе говорят когда он потерял почву под ногами или еще говорит вот связь с реальностью потерял так вот как формируется мировоззрение мировоззрение формируется за счет ваших ценностей и за счет ваших убеждений и для того чтобы менять человека советы бесполезны вот ты даешь человеку совет никогда он не изменится благодаря советам надо менять убеждения а чтобы менять убеждения надо понимать от чего эти убеждения у него сформировались что явилось причиной изменения убеждений когда два человека спорят это на самом деле не соответствует двух убеждений и бесполезно я вот ему дам 10 аргументов он не даст 10 своих аргументов я 20 он 20 своих аргумент бесполезный спор так вот для того чтобы прийти к единому надо вот он аргумент не сказал какой-нибудь например марон колечки вот я должен получить столько-то за этот актив я могу сказать нет это столько не стоит ты не получили это тупик а я должен спросить почему ты считаешь что ты должен получить а потом почему ты считаешь что тебе кто-то вообще должен и я должен выслушать ну то есть понять откуда у него сформировалось это убеждение он говорит ну вот там потому что такой же актив в америке продается на такой цене я говорю в какой стране мы сейчас здесь живем казахстан ну если бы ты был в америке тебе заплатили бы такую цену но в казахстане же тебе не могут ее заплатить а ты знаешь почему в казахстане не платят за актив столько нет потому что в казахстане риски могут отнять и так далее когда ты разбиваешь ему убеждения он менять свою позицию вы сами себя держите в тюрьме поэтому вы не можете вырости поэтому вы не можете масштабироваться поэтому вы не можете знакомиться все это был только вот здесь благодаря вашим ограничениям никто вам не запрещает это вы сами себе поставили запрет вся жизнь человека вся жизнь человека весь смысл вашей жизни заключается в написании алгоритм вот удивительная вещь смотрите почему потому что в этом мире существует только два типа ошибок которым вы никогда не должны совершать первый тип ошибок это повторяющиеся ошибки потому что если вы будете делать повторяющиеся ошибки то вы всю жизнь будете как белка в колесе ничего никогда не добьетесь второе это ошибки с невозвратными потерями ошибки с невозвратными потерями то есть когда ты совершаешь такую ошибку которая отбрасывает тебя вообще далеко назад и не вернуть все уже это не вернуть поэтому соответственно единственный способ не совершать эти две ошибки это делать алгоритмы вот представьте дерево да вы на него карабкаетесь дерево вашей жизни вы карабкаетесь 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 и раз во первых если вы совершаете повторно ошибки то вы не вверх идете а вокруг дерева крутись верхней а теперь вы лезете 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 и раз тупиковую ветвь пошли ошибка с невозвратными потерями и упали дерево годы вашей работы пропадают и вы понимаете что блин вот это весь опять путь пройти это без шансов поэтому большинство бизнесменов которые падают потом на ноги не становится потому что они понимают сколько это пахоты опять это нереально так вот единственный способ который вам заставит опять быстро встать на ноги это алгоритмы когда у вас есть алгоритм быстро забраться на дерево ты уже знаешь что ты не будешь блуждать у тебя есть короткий путь у тебя есть короткий путь алгоритмы это то что вы всю жизнь должны копить